Удивительных приключений Привет! Привет! Ух ты! Здорово! Да! Сегодня я покажу вам зебры. Эти полосатые дикие лошади живут в африканской саванне. А поскольку зелени там мало, они всегда в поисках новых пастбищ. Кстати, о зелени. Правда, что лягушки зелёные? Смешно. Лягушки бывают разных цветов, но жаль, их всё меньше и меньше. Этот учёный ищет причину. А и репортеры молодцы. Они строят улей для королевы пчёл. Сюда, Ваше Величество. А ещё мы совершим опасное путешествие в джунглях Панамы, чтобы найти экзотических пчёл. Привет! А вот и я. Не мог удержаться, пришлось съесть. Они... Они такие вкусные. И сладкие. Как мёд. Об этом наш первый фильм. Точнее, он о пчёлах. Представляете, Один учёный открыл пчёл-убийц. Тысяча бамбуковых панд. Кто-то намазал мёдом мой стул. Не мог же я столько съесть. Это же... Не может быть! Я... Растолстел. Нужно немедленно сесть на диету и начать... Упражняться, как пчёлы, когда они летают. Они машут крыльями 250 раз в секунду. Раз, два, три... Как тяжело. А ещё они успевают собирать нектар. Джунгли Панамы, Южная Америка. Здесь множество экзотических растений. Для пчёл здесь просто рай. Они собирают нектар с многочисленных цветов. Пыльца попадает на пчёл. Они летят к следующему цветку и опыляют его. Так растения размножаются. Дэвид Рубик — биолог. Он много лет живёт в Панаме. Изучает пчёл. Дэвид целыми днями путешествует по джунглям в поисках пчёл. Наблюдать за насекомыми очень интересно. Пчёлы играют очень важную роль в природе. Они опыляют растения и производят мёд, который служит пищей многим другим животным. Пчёлы обитают в самых разных местах. От лесной чащи до подземных нор. Это чудесное создание. Но пчёлы Южной Америки в опасности. Около 50 лет назад биолог привёз в колонию африканских пчёл. Они делают больше мёда, чем южноамериканские. Слишком поздно выяснилось, что африканские пчёлы очень агрессивны, поэтому их называют пчёлами-убийцами. Они очень быстро размножаются и уже уничтожили множество колоний местных пчёл. Дэвид Рубик изучает пчёл-убийц много лет. Это опасная работа, так как их укусы смертельны для людей. Дэвид успокаивает пчёл с помощью дыма. А вот я защищён от укусов пчёл. Я надел защитный костюм, перчатки и сетку. Спасите! Это одно из тысяч гнёзд. Поведение пчёл-убийц отличается от всех остальных видов. Они собирают очень много нектара, не оставляя ничего другим. Не только пчёлы едят нектар. Птицы, летучие мыши, бабочки и другие животные питаются им. Пчёлы-убийцы живут не только здесь, но и в самых отдалённых уголках джунглей. Они везде, и они никуда не денутся. По этой причине Дэвид охраняет другие виды пчёл. Этих пчёл очень трудно найти, хотя они обитают во всех тропических лесах планеты. Я называю их пчёлами-ангелами, потому что они похожи на ангелов, когда летают. По всему миру из ульев этих пчёл добывают мёд. Это дерево срубят и сожгут. Им нельзя здесь оставаться. Дэвид закрывает вход в гнездо, а затем срубает ветку и забирает гнездо с собой. У Дэвида в саду много разных пчелиных колоний. Здесь ему легче наблюдать за их поведением. В пчелиной колонии тысячи рабочих. Они заботятся о потомстве и собирают нектар. У королевы только одна работа. Она откладывает до двух тысяч яиц в день, создавая новые поколения. Мёд будет храниться в этих ячейках. Пчёлы складывают его сюда. Пчёлы-убийцы представляют серьёзную опасность для любой пчелиной колонии в Южной Америке. Беспокоит то, что эти пчёлы не являются частью сообщества. Они здесь чужие, но люди завезли их, и теперь от них невозможно избавиться. Неизвестно, уничтожат ли пчёлы-убийцы все колонии южноамериканских пчёл. Чтобы узнать это, потребуется десятилетие. Мышцы свело. И всё это зря. Лучше я передохну, отдышусь и переключусь на моих трудолюбивых репортеров. Они исследуют лес. Знакомьтесь, это дятел. М-м-м, дятел. Джейси, Минк, хватит работать. Передохнём. Какой солнечный день. Хорошая мысль. Прекрасный день. Ага. Эй, хватит, я отдыхаю. Пчелиный рой. Какой их звук. Эй, Роберто, спокойно. Пчёлы тебя не тронут. Пчёлы ищут новый дом для королевы. Новый дом для королевы? Правда? Да, правда. Давайте построим новый дом для королевы пчёл. Мы строим дом для маленьких пчёл. Для королевы и маленьких пчёл. Мы строим дом для маленьких пчёл. Для королевы и маленьких пчёл. Ладно. Как строят дом? Точно не так, Минк. Давай я. Не так быстро. Построй свой дом, если этот не нравится. О, да! Каждый построит дом! Готово! Сюда, Ваше Величество! Им не нравятся дома! Они немного запутались. Очень жаль, зря работали. Не понимаю. Он такой милый. Смотрите, это Белки. Им мой дом нравится. Белкам нравится и мой дом. И даже мой дом. Хватит отдыхать. Бек улучшает фигуру. По крайней мере, толстых зебр я не встречал. А они много бегают, потому что вынуждены искать новые пастбища. Мне, напротив, надо избегать кормушек. К счастью, смотря фильмы, толстым не станешь. Итак, вперед в Африку! К зебрам! Зебры живут в Южной Африке и всегда в поисках новых пастбищ. Полосатые дикие лошади живут стадами. Время от времени стадо останавливается передохнуть. Во время переходов зебры встречают других животных у водопоя. Зебры живут семьями. До 20 особей в каждой. Семью возглавляет жеребец. Стадо зебр состоит из нескольких семей. Зебры по очереди стоят на страже. Стадный образ жизни дает им отличную защиту. У каждого животного узор из полос уникален, как наши отпечатки пальцев. Поэтому очень важно, чтобы жеребенок знал рисунок полос своей матери. Мать стоит неподвижно перед жеребенком, чтобы он мог ясно видеть узор. Жеребенок запоминает его и так может узнать свою мать. Мать также узнает малыша по голосу и запаху. Жеребенок долгое время зависит от матери. Она воспитывает его почти 9 месяцев. Малыши очень любят играть. Они учатся, подражая взрослым. Подражают даже их дракам. На зебр охотятся львы, а также гиены. Их цель – жеребята. Но взрослые тщательно охраняют их, угрожая укусить и громко шлепая губами. Когда стадо движется, в глазах хищников рябит от полос, и они не могут различить жеребят. Только когда животное отделено от стада, у хищников есть шанс. Но эта зебра смогла убежать. Стадо направляется дальше на юг. Дожди затопили равнину. Это хорошо для зебр, потому что львы не любят воду. Они отступают. Здесь достаточно еды, и раненые животные могут восстановиться. Когда зебры устают, они спят. Но они спят стоя. Только малыши ложатся спать. Доброй ночи, зебра! Сладких снов! Угу-гу! Все животные отдыхают перед долгим переходом. Кто сказал, что упражнения полезны? Я едва могу двигаться. Но вес снижать помогает. Хе-хе, еще немного подвигаюсь, и жир весь сойдет. А поскольку фильм про лягушек, надо попрыгать. Это, наверное, полезно, раз лягушки живут на земле больше двухсот миллионов лет. Долго, правда? А-а-а! Они могут и в длину прыгать. Около двухсот пятидесяти миллионов лет назад что-то очень загадочное произошло на земле. Странные на вид существа вышли из воды. Это были первые амфибии. Животные, живущие и на суше, и в воде. На земле и сейчас есть амфибии. К примеру, лягушки. Они живут почти повсюду. Существует более четырех тысяч видов лягушек разного цвета и размера. Большинство видов живет в теплых, влажных районах, таких как Флорида, расположенные на юге США. Здесь много еды и есть травянистые берега, чтобы прятаться. Трава скрывает от любопытных детей, которые пытаются их поймать. Не всем лягушкам удается убежать. Изучать лягушку очень интересно, но потом ее нужно отпустить. Биолог Уит Гиббонс знает о лягушках все и посвящает им много времени. В мире становится все меньше видов лягушек. Многие вымерли из-за сокращения мест обитания. Это древесная лягушка. Маленькое болотце за моей спиной ничего не значит для людей, но для этой лягушки оно необходимо. Она мечет икру в воду, и там растут головастики. Ее кожа должна быть влажной, так что я окуну ее в воду на секунду. Вода жизненно необходима лягушкам. Уничтожая даже такую малую часть ландшафта, мы лишаем места обитания тысячи животных, в частности, лягушек. Сейчас сезон спаривания. Громким кваканьем самцы привлекают самок. Есть лягушки, которые откладывают икру на листья, прямо над водой. Икринки остаются на растении. Спустя примерно две недели личинки вылупляются из икринок. Через несколько дней у них развиваются глаза, рты и хвосты. Получаются головастики. Головастики живут в воде. Они дышат жабрами, как рыбы. Через семь недель у головастиков вырастают лапы. Они становятся больше с каждым днем. Примерно через четыре месяца головастик превращается в лягушку. Теперь он получает кислород из воздуха с помощью легких, а не жабр. К несчастью, эту необычную трансформацию можно видеть все реже и реже. Многие виды лягушек вымерли. Ученые предполагают, что отчасти в этом виновата загрязнение. До сих пор находят новые виды лягушек. Мы должны сделать все, что можно, чтобы защитить их и всех амфибий. Да, упражнения помогли. Я теперь в форме. Можно и поесть. Но самое вкусное всегда на десерт. Роберто, у пчел есть любимая еда? Привет, Марви. Посмотри, пчелы ищут нектар. Он бывает на самых разных цветах. Привет, Минг. Ты где? Тссс, я слежу за лягушками. У них такие большие глаза. И они видят все вокруг себя, не поворачивая головы. Эй, Джейси, а что там у тебя? Ездить на зебрах? Ой, это невозможно. Как жаль. Ой. Это плохо. А вот это хорошо. Хе-хе, замечательно. Попробуем. Вот это да! Не может быть! Одна конфета и все упражнения на смарку. Ладно. Но к следующей передаче я уберу брюшко. Мы отправимся в полет. Посмотрим на дикую природу сверху. В Бразилии фотограф летает на очень легком самолете. В Америке торнадо иногда сносят целые дома. Команда ученых хочет изучить торнадо и подобраться поближе. Ух ты, как летает! Белобрюхий орлан над Южно-Китайским морем. У них такое острое зрение, что они видят свою пищу морских змей под водой. Это все. Скоро увидимся. Вот как вертится мир. Пока! Авторы фильма Катрин Ландош, Корнелия Ло Цавкин, Тереза Ними, Соня Сайральли и Оливер Стин. Фильм дублирован по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Вкусно! Всегда на десерт! КОНЕЦ Только в США больше двух миллионов ферм, на которых заняты более 800 тысяч человек. В сегодняшнем выпуске мы изучим интересные формы фермерства. Маленькие устрицы отправятся в ведро, а большие — в корзину. И встретимся с людьми, которые все это придумали. Моя задача — просвещать людей, а это заставляет меня саму больше учиться. Удивительная планета! Это «Удивительная планета», я Филипп Кусто. Засуха и нашествие насекомых могут сильно испортить урожай злаковых. Но в последние десятилетия изобретен метод, который поможет преодолеть эти сложности. И он дает здоровый, устойчивый урожай. Это ферма «Фьючер Фудс» на юге Калифорнии. Здесь больше 9 тысяч квадратных метров земли. И это один из крупнейших аквапанических садов в штате. Начал с одной теплицы, теперь у нас их 10. Удивительно. Сколько работы? Куда пойдем сначала? Пойдем во вторую теплицу.